Эстетика в разрезе. С Ольгой Засили. Вы представитель Санкт-Петербургской школы. Она отличается, скажем так, от Московской школы, от Сибирской школы, от Южной школы? Сложно говорить, что я представитель Санкт-Петербургской школы, потому что, в принципе, первые шаги свои мы делали, посещая курсы, обучающие в Казани, из Могилова Артура Халитовича и Казана Маратовича. Все верно, да. В дальнейшем, все-таки, наверное, в большей степени мы учились у наших зарубежных коллег. То есть это посещение различных конференций, которые проводились в рамках либо, например, Дюссельдорфского симпозиума, либо Мировой конгресс хирургии, где есть сессия BSI-соджеры, это Брэс Соджеры Интернешнл. То есть, в принципе, так сказать, что вот какая-то конкретная школа, наверное, у меня нет учителей, у которых бы я учился конкретно в Петербурге, чьи бы традиции я перенимал, из российских еще раз учителей. Все-таки, наверное, мы больше считаем своими учителями это казанцев. То есть первые свои шаги в реконструкции, в одномоментной пластике мы брали у них. Хорошо. А я помню, мы начинали, и я хочу честно сказать, что они наши два флагмана, Артур Халидович и Хасан Маратович, они действительно 20 лет назад молодые, с горящими глазами хирурги-онкологи, которые сказали, да, мы хотим посвятить себя изучению вопроса реконструктивной хирургии молочной железы. И, собственно говоря, оттуда и пошло такое вот широкое массивное движение и интерес у хирургов к тому, что делают они и что делается в мире. А вот скажите, пожалуйста, из европейских школ, какая вы считаете наиболее интересная и, так сказать, наиболее, скажем так, практически применимая на сегодняшний момент школа? Потому что я понимаю, там вот Джума, он сторонник микрососудистой хирургии, сторонник различных лоскутов. Мы ездили к нему на анатомические курсы, он показывал, что чуть ли, так сказать, все тело, оно является, так сказать, вариантом, источником лоскутов. Да, поэтому вот скажите, Паш, ваше мнение, мы ближе к какой школе? Ну, то, что касается нас, по результатам прошлого года 80% операций у нас в центре при раке молочной железы – это операции с ее сохранением. Порядка до 30% из них – это операции с онкопластикой. То есть это операции с сохранением молочной железы, которые не требуют реконструктивных мероприятий в плане имплантов, которые иногда выполняются так, что мы прячем онкологическую операцию под редукцию или под мастопексию. В этом плане наиболее ближе к нам, в принципе, Мустафа Хамди, его школа – это именно онкопластическая хирургия, и очень много нам дали и лекций, которые мы слушали его, и книга, которую он издал. То есть, в принципе, вот в плане этой работы, конечно, все-таки это Мустафа Хамди. То, что касается операций, когда мы вынуждены удалять молочную железу, у нас таких операций немного, всего 20%. При этом 77% из этих 20% мы делаем одномоментную реконструкцию. Здесь все-таки, наверное, в большей степени мы в своей работе используем те знания, которые получили на симпозиуме в Дюссельдорфе. То есть это Кристоф Андрея? Да. Немецкая школа, она работает с имплантами тоже? Да, она работает в основном преимущественно с имплантами. Техника лоскутами. Здесь Алексей Михайлович Боровиков. Свою первую травм-реконструкцию я сделал, наверное, еще в какие-то 2000-е годы. Он любезно приехал тогда из Москвы к нам в Санкт-Петербург. Я работал в больнице медсанчастию номер 18 ЛАМО. И свои первые шаги именно лоскутной реконструкции я выполнял благодаря ему. Результаты еще были доказаны в 1980 году. Безусловно, что сейчас на мастектомии мы преимущественно берем пациенток с более запущенными формами рака. Но, тем не менее, даже когда требуется мастектомия с полным удалением молочной железы, с удалением соска, ареолы, кожи, то есть в такой ситуации все равно можно поставить экспандер. И вот сегодня на конференции я рассказывал о нашем опыте формирования кармана при одномоментной отсроченной реконструкции, которая позволяет даже, ну, в принципе, при полной радикальной операции без экономного иссечения кожи всегда установить экспандер. У нас мы не делаем отсроченную одномоментную реконструкцию только тогда, когда пациент отказался сам. На сегодняшний день это всего 7 пациенток из 100 уходит от нас без молочной железы. Еще раз, это те, которые отказались сами. Потому что, в принципе, сделать задел для реконструкции можно при любой мастектомии. Хорошо. А вы сторонник, тем не менее, вы сторонник экспандерно-имплантной техники или вы сторонник собственными тканями замещать дефект молочной железы? На сегодняшний день, чтобы замещать удаленную молочную железу собственными тканями, нужен не только оборудование, нужен постоянный стабильный опыт и стабильная практика в этой области. То есть теоретически такие операции надо делать ежедневно. На сегодняшний день, в связи с особенностями финансирования, этот запрос не реализован, на мой взгляд, в этой стране. То есть, в принципе, если так по-честному, это делать невыгодно. То есть то финансирование, которое это делает, оно поощряет такие операции на уровне альтруизма. То есть себестоимость такой операции, вот мы сегодня видели доклад, от 20 тысяч евро. Почему? Потому что доктор понимает, что он не будет вечно так работать, он садит свое зрение, он должен практиковаться, он должен стажироваться. Теоретически деньги, потраченные на свое образование, они должны отбиваться. Если они не отбиваются, то, в принципе, это тупиковая ветвь. То есть учиться ради того, чтобы работать благотворительно, тогда должны быть у доктора какие-то другие источники существования, чтобы он мог себе это позволить. На сегодняшний день, насколько я знаю, в России благотворительных клиник после революции уже нет. Это точно. А скажите, пожалуйста, на государственном уровне реконструктивные операции собственными тканями делать получается достаточно сложно и финансово невыгодно? У нас в стране отсутствует такое понимание, что у врача есть врачебный гонорар. То есть есть понятие средней зарплаты по стране, к которой мы стремимся в течение многих лет. Но понятие, что у нас нет зависимости оплаты труда от сложности и объема выполненной работы. А как это на Западе регулируется? Ну, я так понимаю, что есть понимание, что есть процент от той суммы, которая стоит операции, есть процент, который идет к врачу как гонорар. У нас еще раз только есть средняя оплата труда, которая не учитывает ни сложность, ни объем работы. Ну, например, в отделении работает 4 врача. Один делает 200 операций в год, другой 20, а третий 400. Формально у них оплата труда одинаковая, хотя, в принципе, их финансовый вклад в доход учреждения абсолютно разный. Эстетика в разрезе Я задала этот вопрос Рою Девита, поскольку у нас с ним дружеские отношения. Он мне сказал, Ольга, Италия, у нас есть система двойная. Если пациент поступает в клинику, где он, в государственную клинику, в институт рака, где он возглавляет отделение, там это делается на основе страховки. И в этом случае там, может быть, пациент что-то доплачивает, но какие-то незначительные деньги. Но он говорит, что в этом случае пациент не попадает ко мне. Он попадает к тому доктору, который в этот момент находится в отделении. Потому что я могу уехать, я могу, у меня может быть отпуск. Если пациент хочет прийти ко мне, и он точно хочет, чтобы я сделал реконструктивную операцию, он идет ко мне в частную клинику, и стоимость двухбилатеральная реконструкция молочной железы стоит 50 тысяч евро. Абсолютно логично, но давайте посмотрим. Для этого должен быть в стране средний класс, у которого уровень доходов, ну уж никак не 15 тысяч рублей. Это, наверное, точно. Это основная проблема. Просто бедное население не может себе позволить такую помощь, вот и все. Хорошо, а тогда мы поговорим про ВНП. По ВНП это же выгодно, то есть пациент получает направление. Это выгодно учреждению, но давайте все-таки честно смотреть. На сегодняшний день из этих сумм врач, безусловно, получает какой-то процент. Но если сравнить, опять же, вложенные средства в свое образование за рубежом, и зарплату за рубежом, и вложенные средства, аналогичные, в принципе, в свое образование в России, и легальный официальный заработок, он абсолютно разный. Хорошо, Игорь Александрович, а как тогда, вот скажите, как тогда, я понимаю, что медицина у нас это не про деньги, это про любовь к профессии. Ну, наверное, да. А как заработать тогда? Ну, либо работа в частных клиниках, либо многие уезжают из страны. Например, давайте даже будем честны, у очень многих топовых хирургов в стране дети учатся на врачей, но за границей. Почему? Потому что хотелось бы все-таки, чтобы дети жили в более, наверное, лучших условиях, чем они могут жить в этой стране. Но в этой стране все равно мы живем, мы хотим получать медицинскую помощь от профессионалов. Тогда профессионал должен балансировать между государственной клиникой и частной клиникой. Если он хочет честно жить в этой стране, то да. При этом мы должны сразу понимать, что он работает более, чем на ставку. То есть он меньше отдыхает, меньше восстанавливается, меньше сил тратит на свое самообразование, у него просто на это не остается времени. Хорошо, но если он работает в частной клинике и получает, то он же должен вкладывать в свое образование для того, чтобы к нему пришли пациенты на более высокие оплаты операций? Так и происходит, все верно. А есть ли у нас прослойка, которая готова платить за реконструктивные операции в частной клинике? В тех тарифах, которые вы озвучили у Роя Девиттену, безусловно, это единицы. Потом вы реально смотрите, как правило, еще... Но у нас тарифы другие? Тарифы другие, но давайте реально смотреть. А затраты? Затраты примерно те же самые. У нас... Мы пользуемся разве другими имплантами? Разве мы пользуемся другой техникой, другими шовными материалами? То есть у нас все то же самое. То есть теоретически себестоимость должна быть та же. Тогда какие же перспективы развития реконструктивной хирургии в России? Перспективы? И чтобы еще врач зарабатывал, что самое интересное. Ну, наверное, смотрите. Если, например, взять соотношение валового внутреннего продукта и ВВП, да, и сколько тратится при этом на здравоохранение, на сегодняшний день мы тратим порядка 3%. В Европе 7% только Албания. Все остальные 9%, 12%, 15% даже. То есть мы хотим медицину, как у них, но при этом хотим тратить на нее, как у нас. Но так не бывает. Это точно так не бывает. Но мы же сейчас пытаемся как-то принять какие-то самые выгодные, скажем так, перспективы развития медицины западной. Что-то двигается в этом направлении или пока еще это сложно? Ну, давайте так, чтобы что-то внедрить, вообще любое, должна быть мотивация. Мотивация у кого? Ну, то есть врач должен хотеть делать эти операции, но за врачом тут же подтягивается. Анестезиолог, который тоже должен хотеть работать не до 4 часов дня по своему графику, а в случае необходимости работать больше. Сюда нужно подтянуть сразу средний персонал, который не должна одна сестра работать вместо двух или две вместо трех. Сюда должны быть встать сразу среднего персонала, младшего персонала, который осуществляет уход. Ведь когда персонала нет, тогда обязанности отсутствующего персонала безвозмездно или там за символическую оплату труда распределяются на имеющийся в наличии. Но мы же все понимаем, что невозможно постоянно работать за себя и за того парня. Возьмите любую больницу, везде штат неукомплектован. Ну, давайте, нет такой больницы, где штат укомплектован. То есть вы понимаете, что вся система здравоохранения построена именно на таком неоплаченном труде тех, кто остались. Это не меняется уже 30 лет. И это везде так. Это и в хирургии, и в реконструктивной хирургии, и в экстренной хирургии. Везде. Эта система везде. И причина, на мой взгляд, только в одном. Потому что нет фиксированного процента от той суммы, которая поступает за труд врача, в оплату труда врача. То есть я могу сказать, я работал в одной больнице, к доктору госпитализировался пациент для операции вентральной грыжи. В хозрасчетном отделе был обсчитан тариф этой операции порядка 80 тысяч рублей. Это когда доллар стоил, по-моему, что-то около 30-25 рублей. Ну, то есть, в принципе, получается достаточно приемлемая сумма. Еще раз, пациент приехал к конкретному доктору не в больницу, а к конкретному врачу. Когда дошло дело до выплаты врачебного гонорара, ему было насчитано 1800 рублей с этой операцией. А когда он попросил калькуляцию в бухгалтерии, оказалось, что 2500 ушло за амортизацию операционной лампы, 2500 ушло за амортизацию операционного стола, там, я не знаю, что-то ушло за амортизацию наркозного аппарата, там, на шприцы, на иголки, на все, на все, на все. А дальше ему осталось 1800, ему сказали, что это и то тебе много осталось. Ну, вы понимаете, что при таком распределении средств мотивировать этого же врача делать такие операции, ну, в частности, операции при вентральных грыжах легально через кассу больницы платно, бессмысленно? Вы знаете, что, ну вот хорошо, в Германии ведь тоже бесплатная медицина или платная? Потому что вот то, что я знаю, в государственных клиниках там тоже... Бесплатно. Бесплатно. В государственных, да, по страховке. Да, и тоже не очень высокий гонорар у доктора. И то же самое в Италии не очень высокий гонорар у доктора. Это, так сказать, вы понимаете, любой доктор, и то, что я вот сейчас разговаривала с одним из ваших тоже коллег, который занимается только эстетической медициной, он где-то в государственной клинике набил руку, да, а потом взял и ушел в частную клинику. И уже в частной клинике, поскольку он показывает свои результаты, он показывает результаты в Инстаграм, он показывает результаты, когда приходят пациенты, и у него есть теперь уже сарафанное радио, поскольку он уже набил руку и делает все операции хорошо, пациенты к нему идут, ну мы говорим про эстетическую медицину, и платят ему деньги. Поэтому он чувствует себя хорошо. Таким же образом как-то я считаю, что очень хорошо себя чувствуют стоматологи, потому что, мне кажется, сейчас… У меня есть прямой контакт с пациентом, да, и в частном учреждении. Все то же самое и получается и в онкологии, то есть онкологи оперируют онкологических пациентов, и если у них есть сертификат по пластической хирургии, они совмещают в частных клиниках, где, в принципе, обеспечивают себе основной доход. Да, таким образом только так и можно. Потому что, опять-таки, возвращаясь к опыту Швеции, в Казань мы привозили такой замечательный доктор Мариан Бузан-Глиндер, она как раз из Швеции. Так вот, я помню, нас очень впечатлило это с Артуром и с Хасаном, когда она сказала, вы знаете, я перестала делать лоскуты, потому что действительно в Швеции за вот эту многочасовую, шестичасовую операцию я получаю условно тысячу евро. И это, говорит, действительно утомительная операция, я действительно, так сказать, скорплю над этим лоскутом. Я перешла, и теперь я делаю либо отсроченную, либо одномоментную реконструкцию с имплантами и экспандерами. И за то время, за эти шесть часов, я могу сделать три операции. И даже если я получу по той же тысяче евро за каждую операцию, я в результате, в конце дня, я получу три тысячи евро, а не тысячу евро. Поэтому она говорит, я перешла, потому что времени я трачу меньше сил, я трачу, может быть, столько же, но эффективность для меня, моей работы намного выше. Вот вы и рассказали про мотивацию. То есть она, давайте так, все врачи в этой стране работают за деньги. Нет таких врачей, которые работают просто из любви к ближнему или для того, чтобы доставить здоровье всему населению. На сегодняшний день, вы сейчас прекрасно озвучили ту ситуацию, тот же самый двигатель любой мотивации. Есть эквивалент каких-то ценностей. На сегодняшний день это средство, которое впоследствии можно потратить на себя, на свою семью, на свой отдых, на свое образование, на инструменты хирургические. То есть для того, чтобы сделать свой отдых, свою работу еще более комфортной, извините, опять же, заработать еще больше. А у нас же, в принципе, очень часто приходится слышать, что вы шли в медицину для того, чтобы помогать людям, а не чтобы зарабатывать деньги. Поэтому, и опять же, та же самая Швеция, или Германия, или та же Италия, все-таки там не 3% ВВП тратится на здравоохранение. Туда тратится гораздо больше, что как раз и позволяет финансировать труд врачей на более высоком уровне. Игорь Александрович, ну у вас очень много учеников, и ученики у вас совершенно замечательные, талантливые, у них уже свои собственные хорошие результаты. Вот они зачем пришли в медицину? Они же находятся в... Вы знаете, я так думаю, что изначально, когда все шли в медицину, они не думали, что настолько все запущено. То есть потому что я, например, шел в медицину, я искренне верил. У меня отец был гинеколог, мама терапевт, и я искренне шел в медицину. Мы жили, ну-ка, я бы сказал, выше среднего уровня на тот момент. Причем они легально работали в государственных учреждениях. Частных учреждений тогда не было. А потом все резко изменилось. И, в принципе, казалось, что надо немножко потерпеть, и все улучшится. И уже это терпение, оно длится 25-30 лет, но ничего не происходит. Ну давайте реально смотреть объективно на вещи. Поэтому, еще раз я подчеркиваю, на сегодняшний день я не буду называть фамилии, но у топовых сегодня хирургов в стране дети учатся на врачи, но не в этой стране. Но вероятность того, что они получат хорошую работу за рубежом, тоже очень достаточно сложная. Но во всяком случае, если они даже будут посредственными докторами по нашим меркам, уровень их жизни будет абсолютно другой. Эстетика в разрезе. Объясните мне тогда, пожалуйста, очень много... Мы не проводим курсы по микрохирургии, но есть курсы, которые проходят именно по микрохирургическим техникам. Мы проводили, но сейчас мы проводим только такие конференции. Почему эти курсы набирают слушателей? Вы знаете, есть разная природа мотивации, опять же. Я сталкивался с двумя видами, я, наверное, так вам их сейчас и перечислю. Первый вариант. У меня уже есть пациенты на определенные вмешательства, но я их не умею делать. Поэтому я сейчас пойду научусь, буду это делать, и у меня будет дополнительный заработок, благодаря тому, что сейчас я им отказываю, а так они у меня уже есть, и я под них учусь для того, чтобы их обеспечить. Игорь Александрович, неужели есть что-то, что вы не умеете делать? Нет, я принципиально имею в виду. Например, ко мне обращаются пациенты, которые хотят делать реконструкцию молочной железы, отсроченную. Я ее делать не умею, я еду в Казань, учусь и начинаю отрабатывать полученные знания на них. По итогу я их раньше отправлял к другим кому-то, а сейчас я это научился делать сам и на этом зарабатываю. Один вариант мотивации. А второй вариант мотивации, он абсолютно порочный. Один из моих бывших руководителей, он так говорил, сейчас мы купим сюда супероборудование, покажем это по телевизору, и все скажут, какое оборудование, и к нам все сюда побегут, мы еще пулемет будем ставить, чтобы отстреливать, чтобы меньше бежали. Вот это утопичная идея. И, к сожалению, вот эта утопичная идея, она иногда тоже, ну люди как думают, что вот я не умею, и у меня и больных поэтому нет, потому что я не умею. Но вот когда я научусь, они вдруг у меня появятся. Не появятся. То есть учиться надо и создавать стратегию под конкретный ресурс. Ну условно, например, вот вы проводите данное мероприятие, вы понимаете, что это востребовано. Вы знаете, что есть люди, которые заинтересованы, которые приедут это слушать. И если взять, например, вот сейчас кто-то другой, абсолютно неизвестный человек думает, о, я сейчас сделаю точно так же. И он начнет продавать билеты на мероприятия и организует все то же самое. Но вы прекрасно понимаете, что если у него нет наработок, у него нет базы врачей, которых он может пригласить, и нет базы спикеров, которых он тоже может вызвать, то у него ничего не получится. Вот здесь все то же самое. Выход? Ну, во-первых, врачи должны реально смотреть на свои возможности. То есть заниматься надо тем, что у тебя уже получается. И если ты пытаешься развиваться, то развиваться непросто. Я сейчас разовьюсь, и у меня все случится. Так не будет. Ну вот недавно я разговаривал с одним из молодых докторов, он раньше тоже у меня учился. Он говорит, я думал, я всю жизнь буду заниматься только молочной железой. А сейчас так сложилось, что ко мне обращаются пациенты преимущественно для ринопластики. То есть мне приходится, вот я, говорит, сейчас хожу на курсы, я смотрю лекции, я изучаю литературу, потому что у меня реально я востребован по носу. Вот наглядный пример. У него есть уже запрос, он этот под запрос реализует свои знания. И абсолютно другая ситуация. Человек два года отучился на пластического хирурга, не выучился, и он опять идет на курсы по пластической хирургии. Почему? Потому что он устал работать врачом в другой отрасли. И он надеется, что здесь у меня не получилось, сейчас вот я выучусь, у меня получится там. Нет, это исходные данные, исходные возможности, исходные потребности, и уже исходный запрос на него, как на специалиста. Так во всем, так не только в медицине. Так во всем. Но я хочу вам сказать, что сегодня мы все-таки движемся к частной медицине, к страховой медицине, и сегодня мы можем выбирать доктора. Поэтому мне кажется, конечно, доктору есть смысл вкладывать в себя, потому что будет такой этап в жизни человека, когда он сможет монетизировать свои знания. И, собственно говоря, я знаю многих коллег в Москве, пластических хирургов, которые ушли в частные клиники. И в частных клиниках достаточно, так сказать, у них неплохие заработки, потому что они сами планируют свою жизнь, свое обучение, свое продвижение. Мне кажется, вот такой алгоритм. Я не знаю, насколько это возможно в онкологии. Я знаю, что, например, создаются, вот сейчас есть одна частная клиника, израильская, которая планирует тоже заниматься и химиотерапией, и операциями по онкологии различного направления. Поэтому мне кажется, что сейчас... Вы знаете, в Москве все-таки крутится больше денег, чем во всей остальной стране. Нет, поэтому, наверное, я думаю, что поэтому это и получается. То есть средний класс в Москве, он все-таки присутствует. А, например, то, что касается Санкт-Петербурга, то все-таки мы, наверное, лечим свой средний класс. То есть у нас совсем он другой. Богатые люди из Петербурга, они, как правило, садятся в машину, и через два часа ты в Финляндии. Либо в самолет, и ты в Германии. И если у человека есть средства, он все-таки предпочитает лечиться за границей. Это, конечно, ужасно, потому что, с одной стороны, вывозятся средства из страны. Второе, финансируется здравоохранение чужой страны. И все-таки в этом, наверное, основная проблема. И поэтому сравнивать Москву и экстраполировать это на всю страну, это абсолютно неверно. Я с вами согласна, но то, что я вижу сейчас, общаясь с вашими коллегами, идет развитие именно медицины в регионах. И, так сказать, я так понимаю, что задача, чтобы деньги региональные оставались в регионах, и чтобы получала медицина развитие и региональное. И мне кажется, это тоже, наверное, правильно. Это вот как в Америке система по штатам. Как бы штат имеет свое бюджетирование. Вы знаете, вот то, что вы сейчас сказали, оно в идеале, наверное, было бы хорошо. Другое дело, что есть определенные заградительные меры, которые убивают здоровую конкуренцию. То есть условно, например, есть какое-то эндское губерния с эндским городом, где убитый онкологический диспансер, где абсолютно неподготовленные специалисты, но они столкнулись с проблемой в том, что их пациенты уезжают из этой губернии в какой-то другой регион, в какой-то другой город, где получают качественную медицинскую помощь. Было бы очень здорово, если бы проблема решалась тем, что начали бы обучать и оснащать свое учреждение. А на практике получается другое. Есть система маршрутизации, которая, в принципе, убивает здоровую конкуренцию на корню. Есть просто запрет отправлять этих пациентов из города Н в то место, где они могут получить качественную помощь. Просто тупой запрет. То есть нет направления, и страховая компания не оплачивает помощь, оказанную в другом учреждении. То есть пациенты могут уехать только платно. По итогу они привязаны к своей эндской больнице, где все убито, где все разрушено. Для того, чтобы деньги не уезжали из региона, оставались в этой же больнице. Я не знаю, какой интерес у главного врача и у местной администрации, но, в принципе, с учетом того, что сегодня главные врачи – это не менеджеры, это назначаемая сверху структура властной вертикали, я думаю, что здесь в большей степени стоит вопрос сохранения средств в регионе в ущерб здоровью тех пациентов, которые в этом регионе живут. Вот это основная проблема. Поэтому, если бы это делалось, то, что вы сейчас сказали, в условиях здоровой конкуренции, проблем нет. Делайте лучше, делайте так, чтобы люди хотели к вам прийти. А так получается, что есть… Причем, если многие будут говорить сейчас, что, например, нет, вот онкологическое учреждение, у нас сосредоточены лучшие кадры. А теперь представьте, что эти лучшие кадры из этой больницы перешли в соседнюю больницу, где есть точно такая же лицензия. И, получается, система не работает. А сегодня точно так же это происходит сплошь и рядом. То есть лучшие кадры из, например, какого-то областного онкологического диспансера перешли в городскую больницу. Лицензия в городской больнице на онкологию есть, кадры есть. А направление в городскую больницу из областного диспансера не дают. То есть люди остаются в худших условиях, с худшими шансами на выздоровление только из-за маршрутизации. Еще раз, это бы работало, если бы была здоровая конкуренция. Пока этого не будет, ничего не будет. Ну, это, наверное, во-первых, не во всех регионах, потому что, например, я вот общалась с вашими коллегами из Москвы, и они говорят, что они работают со всей Россией, можно приехать из любого уголка России и получить качественную медицинскую помощь в этих учреждениях федерального и даже московских, потому что я вот общалась и с московским. Поэтому, безусловно, ну, наверное, вы знаете, вот два раза, может быть, прикроют, а на третий раз народ соберется и напишет какую-нибудь, да, какую-нибудь претензию и, наверное, изменится. Понимаете, тут, наверное, комплексное должно быть решение, потому что тогда государство должно вкладывать в образование врачей, чтобы они имели возможность оказывать качественную помощь и, с другой стороны, чтобы и тогда будет конкуренция. Я здесь чуть не согласен. Не государство должно вкладывать средства в образование врачей, а врачи должны зарабатывать столько, чтобы у них были средства вкладывать в свое образование. Тогда у них будет мотивация, и тогда они будут стремиться работать. И чтобы не было такого, что в Москве он может заработать, потому что здесь есть средний класс, и он может совмещать в частной клинике, где его работу оплатят. А, например, там, в Скове или где-то там, понимаете, да, в Сибири, он не может работать, потому что среднего класса нет, он вынужден жить на одну белую зарплату, которая не покрывает его средства, потраченные на обучение. Вот в этом основная проблема. Эстетика в разрезе. Вы скромничаете, а я хочу задать вам вопрос. Вы освоили, и вы один из немногих на самом деле, кто применяет полиуретановые импланты в реконструктивной хирургии молочной железы. И у вас есть поток, у вас есть очень много пациентов, которые ездят вам с разных регионов. Да, потому что они знают, что вы умеете это делать супер. Собственно говоря, это то же самое. Вот вы упомянули Мустафу Хамди, он тоже мне говорит, Ольга, я занимаюсь реконструкцией молочной железы, я применяю полиуретановые импланты, потому что я считаю это лучшим для суперрезультата. Поэтому расскажите про свой опыт. Почему вы пришли к такой технологии? Есть разные способы установки имплантов. Они могут быть установлены под большую грудную мышцу и над ней. Когда имплант устанавливается под большую грудную мышцу, в принципе он в достаточно сжатом локальном пространстве расположен. И так как при реконструкции, как правило, используются каплевидные импланты, в сжатом пространстве он крайне редко меняет свою позицию, то есть не поворачивается, и таким образом деформации железы не происходит. Полиуретановый имплант, он менее смещаемый, то есть куда его поставишь, там он и стоит. Поэтому эти импланты очень удобны при препекторальной реконструкции, то есть когда имплант расположен вместо удаленной молочной железы, не под мышцей, а над ней. То есть там его куда поставил, там он и стоит. Действительно, он хороший имплант, у них разные свойства по сравнению с текстурированными, но все зависит от того способа реконструкции, который используется. Мы все импланты используем, и текстурированные, и полиуретановые, и ставим их и под мышцу, и над мышцей, и комбинированная методика, когда верхний полюс импланта укрыт мышцей, а нижний нет. И сетка, и без сетки, то есть все способы реконструкции, я могу сказать, что какого-то универсального способа нет. Есть разные пациенты с разными исходными данными, когда вот в разных клинических ситуациях оптимален является разный способ реконструкции. В зависимости от пациента. В зависимости от пациента. И в принципе, чем больше разнообразием операций, чем больше разнообразием техник владеет хирург, тем больше он способен предоставить своему пациенту, подобрать своему пациенту то, что ему действительно будет лучше. И вы абсолютно правильно сказали, к нам едут со всей России, я работаю в федеральном учреждении, у нас квоты есть, но то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, это нежелание местных властей выдавать направление на лечение в наше учреждение. И не только в наше. В Москву все точно так. Да, пациенты едут, но им иногда действительно приходится воевать за свои конституционные права. Тогда у нас есть один только вариант, это голосовать за частную медицину, организовывать клинику, где можно оказывать качественную помощь пациентам с онкологией. Вы знаете, я бы сказал, наверное, не столько за частную, сколько за честную медицину. Честную это само собой. Частная подразумевает? Честную медицину. Потому что то, о чем мы сейчас говорим, в принципе, очень давно отражено. Есть такой документ «12 принципов организации здравоохранения». И там, в принципе, по нотам описаны те пункты. Еще, по-моему, в 1963 году этот документ принят за рубежом. На каких принципах должна базироваться медицина, чтобы она действительно стремилась максимально качественную помощь оказывать и пациенту, при этом не ущемляя интересы ни пациента, ни интересы врачей. То есть не то, что кто-то обязан, а кто-то ничем не обязан. Кому-то должны все время дать. То есть именно вот чтобы вот этот баланс выравнивался. И очень жаль, что этот документ на сегодняшний день, мне кажется, не ратифицирован в России. И в принципе нашей медицины на этом не строится. Вот, наверное, это основная проблема на законодательном уровне. Игорь Александрович, это такой вопрос. Вы смотрите, приходит пациентка, вот опять-таки возвращаясь к Ройда Вита, и она может попасть к вам, а может попасть к вашему ученику. У нас все абсолютно так же. Ну то есть стоимость операции одна и та же? Нет, у нас в стране стоимость операции одинаковая, она также оформляет квоту. Точно так же вот я работаю, у меня три врача в отделении, и если пришел пациент к моему коллеге, если он справляется и как бы у него не требуется моя помощь, он справляется, он может подойти и сказать, Игорь Александрович, помогите мне завтра на операции. Точно так же я, зная возможности своих докторов, представляю, что, например, завтра у меня будет более сложный, менее типичный случай, я могу кого-то конкретно попросить, чтобы он мне помог. Здесь, наверное, в большей степени играет роль команды, потому что если врач зациклен, что он один светило, и все пляшет вокруг него, то он тогда остается один. Командой все-таки всегда можно достичь лучших результатов, и, в принципе, опыт нашей работы, он как раз это и демонстрирует. Ну, у вас суперкоманда, суперученики, поэтому мы следим в Инстаграме за их результатами, поэтому я считаю, что у вас есть все шансы стать самым востребованным пластическим хирургом для того, чтобы помогать женщинам и делать их красивыми и здоровыми. Спасибо, мы искренне этого тоже хотим, и вам спасибо за подобные конференции, потому что они действительно позволяют поддерживать и повышать свой уровень. И вам большое спасибо, потому что ваш доклад показал, что мы на уровне. Спасибо. И мы гордимся этим. Спасибо. Спасибо. Эстетика в разрезе. С Ольгой Засиевой.